В прошлой серии я выбрался с армейских складов и добрался до бара, где разбил свой лагерь. По пути мне удалось добыть некоторое количество хабара, однако весь основной лут я буду добывать только сейчас. Спасибо за то, что хорошо поддержали первую серию, надеюсь поддержите и эту, и обязательно подписывайтесь на канал. Вы вообще вот это видели? Да это страшный сон каждого, кто снимает видео на ютубе. Поэтому надеюсь тем, кому понравится видео, не поленится и проявит инициативу. По традиции желаю приятного птица всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Я знаю почти все тайники бара, поэтому думаю на лута я нормально. Так, думаю начать вот отсюда, хотя сюда, если честно, лезть очень опасно, но с другой стороны можно и попробовать. Не знаю, задамажит ли меня тут, но я не буду подходить, вот в принципе на безопасном расстоянии я плюс-минус. Опа, пацаны, первая бронька, берем. Что еще? ВСС винторез очень потрепанный, к сожалению. Таблетка кофеина берем, наборы для розжига. Но вообще, если честно, сейчас лучше брать все. Потом я в нычку все сложу и там я уже чисто буду брать то, что мне нужно. Бинт еще нашел, нормально, зажигалка. Кстати, зажигалка возможно будет чуть получше, чем фонарик в плане освещения. Она чуть получше освещает, поэтому давай это мы и оставим. Так, нет, по весу в принципе я могу еще один тайник залутать. И давай я еще комбез на себя надену, он тоже дополнительный переносимый вес даст. Ему сможем сейчас еще один тайник полностью взять, а потом уже вернемся на базу и складем все. Свободовский броник, я помню во втором сезоне у меня был долговский в начале. Я, кстати, вот вчера что-то сидел, парочку серий второго сезона пересмотрел. Блин, как же это было классно, серьезно. Я такие шуточки отпускал, само по себе как-то получалось непреднамеренно. А сейчас я какой-то более такой, не знаю, спокойный. Ну, знаете, вот раньше, когда я пересматривал ролики про DDR за 2019-2018, я был каким-то таким более, не то что веселым, но, короче, как-то более таким гиперактивным, знаете. А сейчас я реально какой-то пассивный. Так, охотничий набор, но этот тайник очень, я думаю, много весит. Не факт то, что я заберу отсюда все. Но давай для начала... О, бронежилет ЧН2, кстати, он получше будет, чем вот этот, видите, по характеристикам. И по состоянию тоже, поэтому, фух, он не заминирован. Потому что если бы тайник был заминирован, это было бы очень плохо. Ибо сбежать отсюда довольно-таки проблематично. Так, что еще у нас тут? Три ствола, патроны для гаусс-пушки, ты серьезно? Поливитамины. Вообще, желательно не тратить ХП в режиме последний выживший, потому что восстанавливать ХП тут довольно сложно. Так, и, по-моему, этот тайник я не утащу. Я, конечно, попробую, но у меня перевес на 2 килограмма, и двигаться я не могу. Но что я могу сложить в таком случае? Пустые ящики. Зачем они мне? Все, сразу 7 килограмм сбросил. Можно идти на базу, доставить награбленное. Так, я скинул ненужное. И давайте, кстати, еще дробь на пояс запихнем, чтобы было. И знаете, что я понял? У меня ХП не полное, и желательно, конечно, держать его всегда на высоком уровне. Поэтому буду сейчас ходить, жевать поливитамины. Пусть они потихонечку меня регенерируют. Это, в принципе, практически единственный хилл, который у меня тут может быть. За все время я аптечек тут найду, но, не знаю, меньше 10, мне кажется. Потому что в тайниках они падают довольно редко, если вообще падают. В основном они падают только с ящиков, либо с рандомным шансом, либо вот есть некоторые ящики, в которых 100% лут. Вот, как, например, на армейских складах я нашел армейскую аптечку. Что иронично, кстати, армейские склады, армейская аптечка. Но, тем не менее, вот только в таких местах я смогу найти. В тайниках, я не помню, что бы у меня падало. В тайниках максимум именно поливитамины падают, да и все. Так, давай зайдем к Арни на арену. У него вот этот ящик тоже является тайником, но, к сожалению, мне не повезло. Так, не забываем про ящик вот здесь. Что тут? Так, а тут... Да, есть кое-что. АК-74, 66% состояния. Загрязнено, шептало, еще и деформировано. Ёб твою медь, что с этим калашом делали? Я не знаю, но ему плохо. Но у него всего три неисправности, слушайте. Это вполне можно вычинить. Так, ну мы все забираем здесь. Двигаем внутрь бара. В баре, на самом деле, поуютнее. Писали, кстати, то, что на территории базы долго спавнятся мутанты. Не знаю, правда это или нет. Но, в любом случае, переживу, если что. Так, перед тем, как мы зайдем в бар, я схожу вот сюда. Тут у нас имеются ящики, и у них тоже иногда что-то дропается полезное. Например, сейчас мне упала старая книга. Очень полезно, знаете ли. А тут что? Веревка. Ммм. Что-то мне это напоминает. Это какие-то намеки. Книги, веревки. Казалось бы, причем тут литература и веревки? Не знаю. У меня кот на заднем плане орет. Я надеюсь, вы не слышите его. Перстик. Если ты не перестанешь орать, то ты прокормишь моего персонажа в ДДРе. В критической ситуации. Так, тут хавку можно забрать, кстати. Потому что хавки у нас тоже не так уж и много будет. Скоро у нас всего этого не будет. И мы будем чисто питаться мясом мутантов. Так, здесь тоже достаточно стволов. Тут у нас Абакан, СВУ и АК-101. Рюкзак очередной, который можно использовать как тайник. Лопата. Это же ТТ, да? Конечно. Лучше старенький ТТ, чем Зюду и Карате. Но ящики пустые я брать не буду. Смысла в этом немного. Поэтому я возьму все, кроме них. И, кстати, еще один инструмент. Я вот тоже построил второй сезон. И там мне за несколько серий не упал ни один набор инструментов. Я не мог крафтить долгое время. У меня были связаны руки. У меня все кончалось. И при этом я не мог скрафтить что-либо себе. А сейчас мне как-то повезло больше. Так, водичку я у тебя тут тоже заберу. Товарищ бармен. Ты об этом, конечно, никогда не узнаешь. Но все же. Так, ну вот тут лутать нечего. Интересно, а в этом помещении может аномально заспауниться? Вот тут, я помню, у меня раньше база была. Блин. Уютненько. Но разнообразие ради. Я поселился на базе долго, поэтому... Ну и складываем все обратно. Тем не менее, я зачем-то с собой два ящика пустых утащил. Не знаю, как так получилось. Стакать все это у меня нет желания сейчас. Потом, если я что-то буду брать себе в инвентарь из ящика, я со стакаю в инвентаре. А так пока пусть оно так валяется в ящике моем. Ну так-то нормально. Тут натаскал. Слушай, я вот думаю, может титанную сетку повешать пока что на пояс. Я думаю, я могу себе это позволить. Плюс переносимый вес 4 килограмма. Или сколько он там дает? Да, 4. 4 и 4. Ну то есть 4,400 грамм. 4,420 испытаний. Я думаю, это очень хорошо. Ну что-то аномалий на территории бара, кстати, вообще очень мало мне выпало в этот раз. Я тут спокойно гуляю и нахожу дом. И, кстати, еще ни один тайник сегодня не взорвался. Все тайники, которые я лутал, они были не заминированы. Но я уверен, рано или поздно мне не повезет. Говорят, не повезет, если в твоем доме рыжий кот орет. А он у меня орет, кстати. Проклятие. Так, вот сюда стрёмно заходить на самом деле. Жгучий петух может сделать свое грязное дело. Но я рискну. Чисто вот так вот в обход аккуратненько. Опа. Нычка. Теперь на склады не надо возвращаться. На складах я же оставил набор для изготовления наркотиков. И для тонок работы. Кстати, с набором для изготовления наркотиков все будет куда проще. Потому что через него можно крафтить аптечки. Вот что я вспомнил. Проклятие, я так и знал. Фух, я аж в текстуру двери спрятался. Это все мой кот, это он ее наколдовал. О, маска, причем более нормальная. Эту, это да тут оставлю. Ну, чаронавирус, знаете ли. Поэтому я тут последний выживший. Поэтому маску необходимо носить. G-36. Деформирован затвор, деформирован ствол. Не, ну когда деформирован ствол, это плохо. Это говорит о том, что этот ствол очень много начищали, раз он деформировался в какую-то сторону. Но еще хуже, когда у тебя с шепталом проблемы. Это значит, что ты попущенный. Так, бандитскую куртку, я не знаю, есть ли смысл с собой таскать. Нет, да я думаю нет, зачем она мне в нычке. Если костюм свободы, я еще когда-нибудь могу поменять на вот этот костюм. Если вдруг вот этот костюм сильно потрепается, то бандитская куртка уж мне... Хотя нет, я же бандит для символизма. Давай, возьмем. Че по весу, 29,64. Еще, тихо, еще один тайничок я смогу утащить. Так, ну думаю, тут можно рюкзачок забрать. Да, он тут есть, отлично. А, он пустой, ну найс. Так, знаете, что я хочу? Я вот сейчас, кстати, падал с лестницы, я боялся, вдруг тут куст будет. Где та тварь, которая меня убила во втором сезоне одной жизни? А, вот ты где, попалась. Вот мы и встретились. Это все ты и виноват, вонючий куст. Если б не ты, я прожил дольше. А как я тут вообще умеру, неинтересно. Если я падал с лестницы, а куст вот здесь. Так, тихо. Давай не прыгать на всякий случай. А то сейчас еще умножится урона в миллион раз, и все, и умру. Так, ладно, пойдем тогда в сторону блокпоста, потому что там есть довольно... Ооо, но только я сказал то, что у меня так мало аномалий в баре, все вполне проходимо, как тут и электро. Тут, значит, прямо на проходе вот этот трамплин замечательный. Просто не жизнь, а, мать его, сказка. Ну, а хотя бы сюда могу забраться и обойти всю эту тему. Правда, как я на обратном пути буду делать, это я не знаю. Тут реально вообще забраться? Ну-ка, давай протестим, допустим. Да, реально. Поэтому, ладно, обходной путь, если что, есть, но он очень дерьмовый, если честно. Ооо, и, конечно же, около тайника, который я сейчас хочу забрать, там тоже аномалия, как видите. И тут трамплин. О, боже, сколько тут на проходе, смотрите, аномалий. Да, рано я читаю. Я вот думаю, где все аномалии? А вот они где все. Та часть бара вообще чистенькая, как не знаю что. Что? Ооо, да ладно! Нормально, вот бы его еще вычинить. Ну, лучше ТБшка, конечно, мы будем на нее рассчитывать, но скафандр тоже неплохо. Если что, можно будет ходить в лабы всякие. Так, еще я нашел дозиметру. Вот это вообще на вес золота, потому что никогда не понимаешь, ты заражен или нет вообще. Что с тобой? Ты себя хорошо чувствуешь? Так, ну все остальное тоже забираем, не считая, конечно же, вонючих ящиков пустых. Так, а как у меня вообще прицел трясется? Нет, давайте проверим. Ну да, потряхивает, поэтому я думаю, можно... Вот у меня есть одиночная сигарета, которая напоминает мне иконку T-Series, я не знаю почему. Давай ее скурим. Ой, хорошо-то как. Он прям так затянулся, что аж я кайф почувствовал почему-то. Так, здоровье у меня полное, а вот голод не очень. Похавать с собой у меня сейчас ничего нету, но я думаю, чуть позже я буду хавать, пока что мне не до этого немножечко. Так, 59 килограмм, но надо возвращаться. Так, вот я, кстати, хочу зайти в набор для создания наркотиков и посмотреть, как тут все делается. Смотрите, я тут не смогу обычную аптечку скрафтить, я могу только армейскую, а для этого... А, для этого нужна обычная аптечка. Проклятье, а где я ее возьму? Понятно, замкнутый круг говна. Ну, нет, самопальная стимпак тоже аптечка нужна. Да тут для всего аптечка нужна, ёп твою медь, а как я... Говно, жопа, бесполезный набор. Не, ну, конечно, я смогу максимизировать, такое слово вообще есть? Эффект от обычной аптечки, превратив ее в армейскую, но ёп твою медь. А тут что я могу делать? Тут я могу сделать аптечку? Не, вряд ли, но у меня еще не было набора инструмента грубой работы. Может быть, там можно делать аптечки, но я очень сомневаюсь, что на самом деле аптечку можно делать. Да, пацаны, мы в дерьме, как говорил мужик из фильма такси. Так, я все сложил, окей, блин, остались нычки у блокпоста и после него, там тоже в районе, где собачки в оригинале обитали и так далее, есть тайники. Но ёп твою медь, а в аномалии пруди просто, надеюсь, я не умру. О, собачки все отъехали, ты посмотри, какое счастье. Вон там еще одна идет, сейчас она тоже отъедет. Ну тупая, куда ты прешь, спрашивается. Так, аккуратненько сейчас, главное, не попасть в аномалию. Тут нормально, пройти можно? Можно, хочу эту трубу залутать. А, она пустая, понимаю. Так, а как мне дальше пройти? Вот это, конечно, загадка от Жака Фреско. Но тут вроде бы можно вот так вот аккуратненько просочиться. Ну и все, тут аномалии нету, на переходе на клапши-технике вроде тоже ничего нету. Тут вот теперь только трамплин, мне будет мешать. Но его можно, в принципе, по левой стороне попробовать обойти. Ой, а если я сейчас зайду, а я вообще смогу зайти в бункер? Ну вроде могу. Я хочу тут тоже как бы залутать ящичек. О, смотри, тут прямо аномалия копается. Ладно, что тут? Пусто. Понятно. Зря сюда полез, сталкер. Теперь ты труп. А ведь реально, тут аномалия, тут аномалия, тут аманалия. Не, ну в целом я могу тут пройти нормально. Правда, как возвращаться? Не, смогу вдоль стенки вот тут пройтись. Давайте протестируем данный путь. Так, ну вроде я прижался к стене. И вполне проходимо, окей. Я бы хотел рискнуть и залутать собачек на самом деле. Хотя они так, конечно, хреново тут легли, потому что лучше не буду рисковать своей одной единственной жизнью. О, фонит. Воняет говно, мне надо, пожалуйста. Ужас, сколько что-то аномалий я слышу. Так, мне вот сюда, нет, мне не сюда нужно. Или сюда я забыл, по-моему тут тайник. Да. Надеюсь, он не заминирован. Надеюсь, у него вообще хоть что-то есть. А, понял. О, здравствуйте. А я думал, что вы вымерли уже. О, боже. Самоубийцы, ты зачем достал кувалду? Молоток, неважно. Там еще хим-аномалии, их очень много, кстати. Что? На дереве электро? Серьезно? Что он там делает? Да, тут где-то собачка осталась недобитая. Боюсь, как бы она меня не... А, он бежит уже. Ну, давай, давай. Пососало, да? Так, дайте мясо, пожалуйста. Оно мне очень пригодится. О, спасибо. Не знаю, конечно, кто из мутантов наиболее питательный, скажем так. Но в любом случае мясо слепого псайта хоть что-то. Ну, естественно, сначала будем питаться нормальной едой и стараться. А к мутанту прибегнем только в том случае, если уж прям совсем все плохо. Так, вот эта электра, она меня напрягает. Если я под ней пройду, я не умру. Знаете, не хочется как-то проверять. Я, пожалуй, вот тут вот крестик залутаю. О, тихо, тихо. Химическое говно. Что здесь? Ммм, тут что-то есть. Тут есть айс вал. Тут есть ПКМ, серьезно. Так, и дробь. Вот это мы одобряем. Ну и в целом забираем тут все. Что по весу 29. Можем еще один тайник себе позволить. Ну, предлагаю тогда до следующего креста прогуляться. Опа, осно тут. Опа, о, ну-ка. Что есть? Ничего нету. Понял. Эх, вот бы не сдохнуть. Ну, хп у меня есть еще полное. Если что, я выдержу один удар какой-нибудь от аномалии. Ну, по крайней мере, на это рассчитываю. Тем более, на мне броник. Ну, хотя, если это будет электро, то я труп. Потому что у меня же титановые сетки. Они же из металла. Соответственно, если меня парализует электричество, то помянем. Что тут? О, тут еще один айс вал. Еще один туристический рюкзак. Это очень здорово. В случае, если мой порвется, он начнет терять переносимость. Так, ну, в целом, тайник. Ну, не сказать, что прям крутой лут. Но ничего лишнего тут нету. Так, что по весу? Ну, я, наверное, смогу еще один тайник потянуть. Если он не будет столь жирным. Тем более, что это последний тайник в этой стороне. И почему бы его не забрать? Я думаю, вы понимаете, что идет речь о рюкзаке в машине. Вы знаете, меня сейчас пугают не столь мутанты, сколько аномалии. Пока что мутанты легкие. Вот когда я чуть дальше проживу, уже начнут спавниться довольно жесткие мутанты. Много зомби будут бегать из ломов и так далее. Бюреры вообще вот самые... Опа, самое страшное. Пока что мой самый страшный враг это аномалии. И представьте мне, тут нужно будет бегать туда-сюда. Через эти аномалии каждый божий раз. По-моему, до добра это не доведет. Вот какой-то впереди туман такой интересный, знаете. Это, конечно, красиво, но вдруг это аномалия какая-нибудь. Ну, это вредно. Аномалии тут стандартные. Так, ну, тут вроде все чисто, окей. Ага, ну, тогда возвращаемся. Не, ребят, по-моему, нам надо переносить убежище. Потому что я сейчас сюда зашел, хотел в нычку заглянуть. И из той комнаты, вот этой, где кровати, выбегает, стая тушканов. И они теперь тут ходят туда-сюда. Страшное зрелище, на самом деле. Я запрыгнул на диван кое-как. Но сейчас попробую их тут развалить. Все. Больше тут нигде крыс не завелось. Похоже, реально нужно переносить нычку. У меня уровень заражения повысился. Это очень плохо. Отчего я заразился? Этим, радиацию хватанул по пути. Так, мясо будет? Голова. Да нахрен не твоя голова. О, опять голова. Блин, тут столько лута переносить. Ёб твою медь. Я, наверное, вот эту партию сейчас уже отнесу туда в новое укрытие. Придется старым укрытием воспользоваться. Ну а что? Наверное, даже свое укрытие. Не укрытие, а свой рюкзак заложу, я имею в виду. Прям в той комнате, в той подсобочке. В баре действительно никто не спавнится. А тут опасно. Тут, конечно, тоже прикольно довольно-таки. Но ёб твою медь. В следующий раз сюда приду, тут бюрер будет. Или кровосос, там лютый похититель на свайда. Или вообще псевдогигант. Не, ну псевдогигант сомневаюсь, но вдруг, мало ли. Поэтому пошли-ка лучше в бар. Короче, я почти перетащил нычку. Я сначала стволы перетащил, потом броник, потом вот это вот, все остальное. Опять-таки у меня сигарет на сортировке. Я говорю, займусь, может быть, чуть позже. Сейчас мне нужно вывести радиацию, потому что у меня потихонечку хп тратится. И нужно похавать, потому что, видите, мой голод. С момента, в последний раз, как я на него обращал внимание, он уже довольно-таки неплохо ушел в ноль. Так, вот это я буду с собой таскать. Это будет мой набор, скажем так. Так, ну и что мы сегодня будем хавать? Консервы, конечно, я, наверное, оставлю при себе. Если там в походе нужно будет захавать. Пока что предлагаю говеный хлеб запить водицей. И что еще? Ну, больше у меня тут хавать нечего, на самом деле. Вот. Походу, придется идти готовить мясо, я хрен его знает. А может и не придется. Ну, давай сейчас захаваем хлеб, посмотрим, что у меня это восстановит. Маловато восстанавливать, если честно. Ну, а кому сейчас легко? До половины хотя бы. Не, ну, придется, наверное, еще закинуться хотя бы одним кусочком мяса с типового пса. Блин, у меня и мяса-то не очень много, нужно идти стрелять. Давай тогда возьму один набор для рожига, один комплект для приготовления еды и одно мясцо. А где? Чуть реально потерял. Где мясо? Алло. А, вот оно. Сколько оно вообще дает насыщение? 210. Ну, это, кстати, больше, чем у хлеба, поэтому нормально. Я думаю, он примерно до сюда меня должен дохидить. Учитывая то, что я еще сейчас приготовлю. Так, водицу, ну, на всех случаев еще с собой возьму. И водочку, наверное, надо, чтобы мне было хорошо, когда я питался. Ну, и активированный угарь, поливитамины. Ну, в принципе, все. Самопальный детектор мне не очень нужен. Так, ну и погнали до ближайшего костерка. Хотя было бы прикольно, если помог готовить прямо тут вот. Не знаю, что-то у нас сейчас на улице, по-моему, уже стемнело. Да-а-а. Уже нихерово так стемнело. Я вроде заходил в бар, когда последний раз таскал вещи. Вроде еще было плюс-минус светло. А сейчас жопа полная. И я не знаю, причем, сколько времени. Страшно. Вот ночью страшно, на самом деле, ходить по собственной территории. Я слышу собак. Это очень херовый знак. Так, надеюсь, меня сейчас никто не захерачит. Ох, как атмосферненько, да? Так атмосферненько, что я уже в глазах покраснела. Не, на всяком случае, я буду зажигалку держать с собой, потому что... Блин, да я слышу собак. Мне это вообще не нравится. Мне кажется, они идут сюда. Короче, комплектик. Готовим. Собаке. Вроде чисто. Так и назову сейф. Сейф собаке. Ну, по-хорошему, их нужно пойти застрелить, но сначала я должен похавать. О, шо? Собачья отбивная насыщает меньше, чем если бы она была не заражена. Кого? Ну, придется жрать. Че? Ням-ням-ням. Очень вкусно. Как говорится, чавк-чавк-чавк. Ням-ням. Напиток. Так, блин, ну, наверное, водяру придется хлистать сейчас. Че там парадейшину? А, я с собой дозиметр. О, гений. Гигант мысли. Давай, короче, водяру. Поливитаминами закинемся. И мой любимый активированный ухарь, чтобы мне было хорошо. Все, нормально, живем. Блин, мне бы налобный фонарик, потому что я хочу пойти и застрелить тех псов, но еб твою медь. Ладно, кто не рискует, тот не жрет. Он где-то в той стороне. Мне туда нужно. Ох, сейчас как я обосрусь чувствую, это капец. Ну, где-то нам на блокпасте засели. Блин, нихера не видно, мне страшно идти туда. Ладно, опять же, кто не рискует, тот не ест. Ох, ебт. Пацаны, я к костру. Просто пошли вы все нахер. Костер, спаси и сохрани. А лучше вообще в бар. Что ты нахер? Все, вот тут я их хотя бы принять могу. Нихера их там бежит. О! Я нихера не вижу. Ладно, вот тут я их поймаю сейчас. Они со всей локации сюда сбегаются. Боже, как мне сейчас страшно. Не стреляет! О, свет потух на секунду, оказывается. Все, пси собаку убил, нормально. Божечки. Там собаки еще дохнут, я слышу. Так, одна пробежала сюда, слышу ее. Нет, нет! Только не черная херотень, пожалуйста. Она радиации добавляет так, что мама дорогая просто. О, херить, тут собачек. Вышел поохотиться, называется. Думал, сейчас пойду на блокпост, там, трех застрелю. Нормально будет. В итоге понабежала сюда, хер знает откуда. Ну, вроде, утихло все. О, боже, вы не представляете. Особенно, как я обосрался, когда меня в темноте за жопу цапнула собака. Это вообще ни с чем не сравнимо. Давай. О, у меня аж холодный пот пробежал. Так, ну, зато. Интересно, оно съедобное или нет? Ну, давай отрежем, посмотрим вообще, что оно, зачем. Если нет, выбросим. Блин, ну, хотя есть сердце слепого пса, конечно. Нет, оно... Еще захотел жрать сердце. О! А, я когда рядом с собакой, этот, видите, затухает все. Я думаю, она свет мне в баре вырубила. Я думал, ни херать себе. Тут такое возможно. Ну, выглядит реально, будто свет, а нет, согласитесь. Отхожу, свет есть. Не, ну, тут, в принципе, нормально я себя ощущал. Под лампами. Даже не церенит, потому что она рядом была. Часть шкуры и хвост. Это не нужно. Так, вот тут я еще собачек пострелял. Хвост. О, ужас. Сколько их здесь. И все они бесполезны. Тут еще одна черная, оказывается, была. Все они бесполезны. Вы серьезно? Там еще в аномалии куча подолхала, но я, пожалуй, за ними бежать не буду. Ну, все, я разобрался с собачками, которые тут обитали. Думаю, можно поспать, попробовать. Но сначала я бы наготовил мясо на завтра, потому что я думаю, оно мне пригодится. По голоду пока что вроде все нормально, можно жить. Но завтра утром я проснусь, у меня голод жестко отбавится и нужно будет чем-то питаться. Блин, а у меня водочки-то нету, чтобы выводить радиацию в случае чего. И нужно с собой дозиметры взять, а что, идет без него ходить? Иди сюда. Хотя можно на ночь глядя стволы почистить, если честно. Я бы хотел вот, наверное, себе сайгу как-нибудь ее исправить, попробовать. Ну и автоматик мне нужно завести, потому что я же пойду на другие локации, а там зомбу и всякие еще такие твари, на которые уже нужны автоматы, я считаю. Так, ну и можно попробовать, конечно, зачинить костюмчик мой. Хотя я с СП пока что не буду торопиться чинить. Я, наверное, поищу на других локациях ТБ-ху, хочу сразу тяжелую броню. Поливитамины берем. Ну да, наверное, сейчас вот эту броню свою вычиню. Попробую дробовик вычинить и попробую что-то из этих стволов вычинить. Ну дробовик я имею в виду сайгу, кстати, да. Только вот чего вычинивать тут, я на самом деле не знаю. Чем я хочу пользоваться? Вот этот калаш, у него всего лишь-то три неисправности, его вполне можно починить. Но я бы хотел, на самом деле, АК-12. Он очень топовый, но... Еще есть АКМС, тоже довольно хороший. Но патроны 5-45, мне кажется, будут встречаться чаще, чем с 7-7, поэтому ну его нахер. Винторезы и свалы я в расчет не беру. Да, наверное, вот этот калаш починю, у него и прицел неплохой стоит вроде бы. Ну, по крайней мере, к нему можно приловчиться. Ну и зачем можно сайги снять? Потому что, а нахрена мне... Кстати, да, давай. Вот так вот сделаем. Все. С ПСОшкой, я думаю, нормально будет стараться. Я могу вот сюда, конечно, прицепить этот прицел. Ну и вот так, на самом деле, ради прикола одеваю. А может, я калиматор могу откуда-то снять? Не, ну тут, конечно... О, ну-ка вот отсюда, например. Отсоединить прицел. На сайгу я могу поставить его? Ага. Хренас 2. О чем-то только думал. А вот отсюда. О, могу. Во, вообще четко. Так, ну мой дрободан тогда разряжаю и сюда кладу. Так, ну эта серия, на самом деле, такая, знаете, вот такие... Такие... Бытовуха, во. Сейчас чисто решаем дефолтные дела. Со стволами что-то там чинить, что-то там делать. Внутри дрочицы. Ну а что, это неотъемлемая часть. И поэтому, я считаю, она имеет место быть. Все, вот так вот. Поэтому пока... Не, ну с собой буду таскать. Так, давайте смотреть, что подходит вообще под дробовики. Чем я могу чинить? А, не знаю, ладно. Придется так смотреть, что у меня вообще есть из такого. Набор инструментов для пистолетов. Это точно не то. Римкомплект для дробовиков. Базовое улучшение состояния оружия на 25. Можешь использовать ниже 10. Класс. А что у меня тут? У меня 43. Вряд ли я найду какой-то клей, который мне поможет сделать так, чтобы я починил его прям нормально. 43 процентов. Давай, поэтому два римкомплекта мы возьмем и будем использовать. Сайга. Плюс 25. Можно что-то использовать. Старый молоток? Нет, спасибо. А, какой старый молоток? Да уберите его нахер. А чем я еще могу? Подожди, неисправности-то нужно убрать. 4 неисправности. Нужно убрать неисправности и только потом уже... Просто 2 набора тратить на 2 неисправности, я считаю, неправильно. Учитывая, что они по 25 дают процентов состояния. Может, чистящим набором прогрессом можно? Да хотя... Что-то я очень сомневаюсь. Ну, 12-го калибра оружие, это дробовики, получается. Берем. И вот интересно, можно ли ими что-то будет сделать. Но пока что не знаю. Пока что, видите, они используются при состоянии 75, а у меня тут сами, видите, какое состояние. Поэтому давайте 25 процентов мы сюда добавим сейчас 2 раза. Ну и посмотрим, что из этого получится. Можно ли наборами убирать неисправности. Очень сомневаюсь, на самом деле. Но если что, у меня, по-моему, еще какие-то римкомплекты были для дробовиков. Такие более... Более маленькие, скажем так. Так, 68 процентов. Давай еще накидываем. Зашибись. У меня тут 93 процента состояния. Ящики можно сложить. Так, ну и что, давайте чекать. Что я могу вот этой хренью сделать? Сайга? Да, я могу чистку затвора сделать. А, давай. Хотя, по-моему, тут разными наборами и римкомплектами убираются разные деформации. Я прав? Скорее всего, я прав. Потому что, когда я нажимал на сайгу, тут в римкомплекте было другое немножечко. Так, ну давай хотя бы дочистим уже сайгу нормально. 5 процентов. Вот 100 процентов у него как раз будет. И 3 неисправности. Неисправности, это, конечно, плохо. Но пока что так. Так, а как еще? Ну-ка. Блин, не хочу, конечно, тестить сейчас ее что-то там стрелять. Патроны просто так тратить. Но, с другой стороны, в бою она меня может подвести. Но на всякий случай. Что на всякий случай? Да нет, просто буду надеяться, что она не подведет. Но что у меня тут? Изношенная ствольная коробка. Деформирован курок. Вот это, кстати, да, и спусковой крючок. Вот это, кстати, она, возможно, не будет стрелять иногда. Но я надеюсь, что с ней можно все-таки стрелять. Так, ну сейчас посмотрим. Может, у меня еще тут что-то есть. Это мы пока давай все сложим и состакаем. Но, походу, мне тут ничего больше не поможет с дробовиком. И это печально. Да, но мы сделали все, что могли. Теперь калаш. Шептало загрязнено. Но, а, и деформировано. Ёп твою медь. Сорвана дульная резьба. Это плохо. И у меня ничего такого нет для данного ствола. Хотя состояние у него 65%. Может, я что-то и найду. Тут такие какие-нибудь там наборы. Которые смогут мне помочь в данном нелегком деле. Тут, видите, 75%. Это хреново. Тут что? Тут вообще другой калибр. Ох, проклятие. По-моему, я сейчас калаш никак не вычиню. И это печально. У меня, кстати, 5,45 патронов даже нету. Серьезно. Настолько все хреново. Похоже на то. Мне нужно тогда вычинить какой-нибудь ПМ. Потому что у меня есть ремкомплект для пистолетов. У меня есть патроны на пистолеты. Вот. Что у меня тут из пистолета вообще есть? Кольт. Но тут заколебешься и его исправлять. ТТ можно. ТТ, в принципе, хороший ствол. И патронов у меня довольно-таки много к нему. Поэтому да, почему бы и нет. Ремкомплект и набор инструментов берем. Ну, сейчас что-нибудь попробуем сообразить. Всего 3 исправ... Ой, 4 неисправности. Нужно такое самое жесткое что-то устранять. О, нихера. Я не могу использовать. Слушай. Ниже 50% у меня состояние. Твою мать, 47. Ты серьезно? 47 хромосом у автора данного видео вообще-то. У тебя-то почему 47% состояние? Хреново. Так, а ну-ка. Плейбой хотите, а? Ага. Тогда с вас 10к ликов. Ну, да, надо с броней что-то делать. 50% состояние у нее. У меня, конечно, по-моему, что-то было такое интересное. Это жесткие наборы там для починки брони. Но сомневаюсь, что они настолько жесткие, чтобы с 50% что-нибудь. Видите, тут 85. Вот универсальные, конечно, тут 70. Поэтому, да. Кажется, я тоже пососул с броником своим. Нужны жесткие ремкомплекты всякие, что я могу сказать. Пока что я себе это позволить не могу. Но пока что будем ходить так. Ну, а что еще делать? А кому сейчас легко? Заряжаем ствол. Так, наверное, возьму коробочки. Открою их и рассортирую. Потому что какие-никакие мне патроны нужны. Так, ну и вот, навыпадало мне тут всякого нужного и ненужного. Да, два патрона на калаш. Не, ну калаш, слушайте, подождет тогда. Потому что это полная херня нахер. Вот пока у меня дрободан пусть будет. Можно на всякий случай второй дрободан взять с собой. Знаете, с двух рук чисто стрелять ночью. По-моему, звучит как план. Я вот так вручную заряжу по приколу. Ну, чисто, знаете, такой отстрелялся. Патроны кончились, хоп, второй достал. Я считаю, очень неплохо. Так, ТТХа заряжена. Надеюсь, она не подведет в нужный момент. Так, ну и плотно покрывало. Можно спать, по-моему, только у костров. Поэтому мне нужно вернуться к костру, который я разжег ранее. Но, по-моему, он уже там затух и... И все. Давным-давно. Но нужно сходить проверить. Кастрик, ты еще живой? Он еще живой. Отлично. Давай поспим тут. До восьми часов утра. Надеюсь, я не сдохну. Я очень надеюсь. Че про радиацию? Давай чекнем. Ноль. Голода вроде нормально. Короче, молимся. Сейв, молимся. Чтоб я не умер. Я опять собак слышу. Сколько можно? Давай. Земля мне пухом. Так, здоровье прибавилось, а не убавилось. Удивительно. Фух. Доброе утро. Я живой. Это радует. Так, блин. Мне же, кстати, мясо нужно приготовить. У меня одно с собой. Одно в нычке валяется. Нужно сейчас два ремкомплекта взять. Уверим комплекта. Комплекта для изготовления хавки. И запилить всю эту тему. Ну или можно попробовать завалить ту собачку, которую я слышал прошлой ночью. Заодно протестить Сайгу. Или ТТ. Наверное, ТТ все-таки важнее протестить. Потому что на нем больше неисправностей. Мне нужно знать, подведет ли он меня или нет. Так, вижу собачку. Но вроде в этот раз она одна. Нет, это я нормально себе показал. Урон, конечно, что-то я такой себе. Но, возможно, я как-то плохо попадал. Но, тем не менее, нормально. Что, у тебя было что-нибудь в сердце? Нет, спасибо. Они обычно мутанты, которые приходят ко мне в бар. Они спавлятся, насколько я помню, из предыдущих сезонов. На блокпостах в основном. Поэтому сейчас пойду, чекну второй блокпост. Может быть, там тоже есть собачка какая-нибудь. Хотя, скорее всего, она сдохнет в аномалии. И, баба, на аномалии там пруд пруде. А, знаете что, не пойду я к ней. Пошла она куда подальше. Так, тут я, возможно, кого-то не залутал. Но, вроде бы, я залутал всех. Просто в темноте мог не разглядеть. А, ну вот, тело слишком повреждено, не лутал ее. А, да я что, кстати, всех лутал просто? Что это? Собрать трофеи? Но собрать трофеи я не могу. Классно. Я просто не со всех же лут брал. Поэтому, скорее всего, их тела уже непригодные. Ладно, беру второе мясо. И беру два комплекта. Нажирать пока сразу не буду. Сожру в крайнем случае. Так, ну я сейчас, наверное, после готовки пойду в поход какой-нибудь. Поэтому мне нужно подготовиться как следует. Нужно взять с собой сигареты. Вот такие давай возьмем. Кофеинчику на всякие. Активированного угря. Гранаты две такие экстренные. Знаете, одну такую не экстренную. Так, энергитоз. Второе пусть будет. Третий бинт пусть будет. Мало не покажется. Кому? Не знаю. Наборы дорожника тоже на всякий случай нужно взять. Покрывало с собой в случае чего. Ну, вроде все хорошо. Водичку можно еще взять. Плейбой. Конечно же, все журналы с собой. Ну и в принципе все. В принципе я готов идти. Хотя бы дожди. Что ты можешь? О, пригоднее для разделки любой дичи. Вот это надо. Потому что если я встречу каких-нибудь кабанов или плотей. У них мясо, я думаю, хорошее. Но если плотей я смогу вот этим ножом разрезать. То кабанов, по-моему, нет. Эх, помню время, когда кабаны разрезались таким ножом простым. Получается, ДДР это же Call of Misery на максималках. Ну, грубо говоря. Ой, блин, да вы меня теперь всегда будете пугать эти трупы вонючие. А в Call of Misery, я помню, раньше можно было обычным ножом стартовым разрезать кабанов. Но спустя какое-то время вышел какой-то патч. И с каким-то обновлением это убрали. И теперь кабану нужен более жесткий нож. И с тех пор так везде, блин, практически. Так, давай, разжигаем ненависть. Ну, костер. Ой, чароновирус добрался до меня. Маска, видите, не очень хорошо защищает. Ну и готовим. И второе мясо тоже пошло. Все, наготовило себе пожрать. Ну и можно отправляться в поход. Но такую локацию я пока не знаю. Можете, кстати, написать в комментариях. Потому что я планирую сейчас завершать серию. Ибо запись идет около часа уже. И хоть за этот час я ни хера не сделал. Нет, ну почему не сделал? Сделал довольно много. Просто я никуда не выходил с бара. Вот и все. Поэтому можете предложить, куда пойти в следующей серии. На какую локацию, где будет эффективнее мне всего сейчас залутаться. И проще всего. Где не сдохну, как идиот. Вот, можете все это дело написать. Ну а пока, друзья, прощаемся. Большое спасибо за просмотр данного видео. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик. Если кто тут впервые. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на лицо в описании. Так же, как и ссылка на скачивание этого мода. Если вы хотите на него сами поиграть. Ой, подожди, я же не оставлял ссылку. Упс, ладно. И ссылка на плейлист со всеми видео по ДДРу. Если вы их не видели, обязательно посмотрите. Там много всего интересного. Все они очень интересные. Что я высрал сейчас. Большое еще раз спасибо всем. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok